Открыто и по существу. Уже не первый раз жители сельского поселения Трубинское получили возможность встретиться с руководством Щелковского района. В поселении за последние годы действительно перемены заметны. Реконструированные водозаборные узлы, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Первая станция обезжелезования, которую мы начали строить в 2017 году, появилась. В первую очередь, конечно же, здесь у вас и вода стала другого качества. Я помню, сколько более вы приходили ко мне на личный прием, как много мы с уважаемым Виктором Николаевичем на эту тему разговаривали. Как и говорил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, что за пять лет мы благоустроим все дворы. И остался, Елена Николаевна, поменьше 10% у вас, да, неблагоустроенных дворов. Это один двор. 15 лет назад на примере деревни Орлова вымирающая деревня была. Оставалось 10 домов, ну и какие-то там надежды на то, что они останутся и так далее. Сегодня там уникальный международный центр кинологический, где трудятся 170 человек и более, в том числе и наши жители. Содействие привлечению инвестиций и жилищному строительству местных властей – первостепенная задача. В частности, на стадии решения вопрос по выбору компенсационных участков для строительства жилья в интересах дольщиков печально известного ЖК Литвиного Сити. На данный момент заводим в шесть участках. Все эти шесть участков прорабатываются в лавах актурии Московской области и на строй Московской области. Мы делаем все возможное, чтобы в этом году уже вышел застройщик на эти земельные участки компенсационные для строительства домов. Не без участия районных властей устроены строительные недоделки и получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома 14 в поселке Литвиного. Мы нашли внебюджетные источники для того, чтобы за счет этих внебюджетных источников достроить вместо строителя банкрота этот дом. Это же очень непросто. Спасибо, во-первых, за то, что по истечении пяти лет ввели дом в эксплуатацию, дом Литвинового 14. В связи с этим получается такой вопрос. Застройщик у нас находится сейчас на стадии банкротства. И за эти годы копились долги из-за коммуникации. Будет ли разограничено как-то долги застройщика, долги дольщика? Домоглов меч ни над кем не нависнет, если у вас нет долгов. Если долги есть, управляющая компания все посчитает, сверит с вами все эти долги. Также районная власть держит на контроле решение вопроса газификации дома 66-Б на улице Фабричной в селе Трубино. Там были сложности, вы знаете, да? Межрайгаз не давал возможности на ввод в эксплуатацию котлов. По одной простой причине, там не было вентиляции, которые могли бы обеспечить безопасную работу котлов. Если бы не было вентиляции, мы просто бы запустили, вы могли бы там погибнуть. Поэтому Тимур Викторович проводил этот комплекс работы по всему дому. Сколько уже квартир подготовленных? В следующий момент квартиры подготовлены все. Жители поселения обратились к районным властям с просьбами построить детский сад и аптеку в деревнях с растущей численностью населения. Как таковой очереди в сады в Трубинском поселении нет, но люди хотят вводить детей в группы, расположенные в пешей доступности. Будут рассматривать, будет, будет, но когда это будет детский сад, поставят они там, будет какое-то у них. Место-то есть где устроить? Ну, по идее-то да, был же старый детский сад, так что я так думаю, место есть. Задала вопрос по поводу освещения дома 54 от села Трубино. У нас там такой темный участок, что вообще невозможно ходить. Но мне пообещали, что сделают освещение, проведут. И по дороге проложат лежачие полицейские то, что мы хотим. Очень живой контакт с администрацией. И я считаю, что это очень полезные встречи. 60 минут живого общения. Жители Литвиново и сельского поселения Трубинское задали вопросы руководству Щелковского района. В общей сложности прозвучало около 10 вопросов. Все они по-своему актуальны. Встреча в Литвиновском доме культуры прошла в спокойном ключе, как свидетельство того, что при хорошем взаимодействии местных и районных властей вопросы жизнедеятельности поселения решаются быстро и эффективно. Люди хорошие собрались, задавали те вопросы, которые, скорее всего, для них очень важны. И нам необходимо принять максимум мер для того, чтобы разрешить все проблемы. Конечно, я буду проводить приемы с выездом на место, для того, чтобы все-таки определиться по алгоритму работы при решении этих проблем. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».